Доброе утро! Сегодня мы с вами изучаем тему «Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х годов». На предыдущих уроках мы с вами рассматривали распад Советского Союза и становление новой российской государственности. И первый вопрос, который мы с вами сегодня рассмотрим, это вопрос, посвященный новому месту России в мире, положения России в международных отношениях. Первое, что необходимо отметить, это то, что Россия унаследовала место Советского Союза в международных организациях. И немаловажным фактором стало то, что Россия являлась обладательницей второго в мире ракетно-ядерного потенциала. Понятное дело, что не только у Советского Союза, а в будущем у Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки было ядерное оружие. Ядерным оружием в том числе обладали многие другие государства. Стоит отметить, что распалась система противоракетной обороны, поскольку часть системы ПРО находилась в странах организации Варшавского договора, которая прекратила свое существование. Вместе с прекращением существования и организации Варшавского договора, и Советского Союза перестал существовать единый военно-промышленный комплекс. Ну и понятное дело, что Россия лишилась доступа к военно-морским базам. В том числе база Черноморского флота, которая располагалась в Крыму, стала принадлежать Украине. И Россия осталась без союзников. В Европе союзников не было, в Азии союзников не было, в Африке и в Америках тоже. Дефицит бюджета приводил к сокращению войск. И поскольку войска требуют расходов, Россия стремилась расходы в 90-е годы сократить. Ну, я думаю, мы с вами об этом уже говорили, вы понимаете, какое тяжелое положение в тот момент было. Итак, стоит отметить, что Польша, Венгрия и Чехия вступили в НАТО. Ну, это уже скорее относится ко второй половине 90-х годов. Но все же стоит это взять во внимание, что страны, которые ранее входили в организацию Варшавского договора, теперь стали переходить, скажем так, на иную сторону. Как же складывались отношения между Россией и западными странами? Первоочередной целью внешней политики было обеспечение международной финансово-политической помощи реформам России со стороны Запада. То есть Соединенные Штаты Америки и Великобритания, Франция, другие ФРГ были заинтересованы помочь России провести реформы, но при этом, понятное дело, что финансовая помощь должна была оказываться не безвозмездно. Россия была заинтересована в установлении союзнических отношений с Соединенными Штатами Америки и в 1992 году была подписана декларация о прекращении состояния Холодной войны и тем самым был взят курс на сближение России и Запада. В 1994 году были выведены войска из Федеративной Республики Германия и в этом же году Россия присоединилась к партнерской программе НАТО. То есть даже звучали такие идеи, что России самой стоит войти в блок НАТО для борьбы с другими врагами Запада и демократии. Большая Семерка была расширена до Восьмерки. Восьмым государством стала Российская Федерация и в международных отношениях Россия стала придерживаться идеи многополярного мира. То есть если мы с вами говорили, в предыдущие исторические периоды был мир биполярный, с одной стороны Советский Союз, с другой стороны Соединенные Штаты Америки, то теперь с 90-х годов появилась идея многополярности. То есть не только должно быть два поля, а поля должны находиться в различных регионах планеты. Однако перелом в отношениях произойдет в конце 90-х годов, когда будет происходить кризис в Югославии, и блок НАТО вмешается в югославские дела. Итак, как же складывались отношения России и Востока? Для России отношения со странами Востока были второстепенным направлением. Россия в первую очередь рассматривала развитие отношений со странами Запада. И при этом нельзя не отметить то, что Россия все же восточным направлением занималась, вела активные переговоры с Японией, Китаем, Индией, Южной Кореей, странами Юго-Восточной Азии, Персидским заливом. Выстраивались отношения с Китаем, Вьетнамом, Ираном. В любом случае, договоренности были, отношения между Россией и странами Востока развивались, но менее активно по сравнению с тем, как отношения выстраивались со странами Запада. И еще нам стоит с вами отметить отношения России со странами СНГ. Перед странами СНГ стала задача не допустить появления территориальных, политических противоречий, которые бы могли перерасти в вооруженные конфликты. И было стремление не допустить крайностей, а именно, чтобы не было попыток восстановить союзное государство силовым путем, то есть не допущение воссоздания Советского Союза. И стоит отметить, что необходимо было решать проблемы постсоветского пространства. В любом случае, те страны, которые не входили в СНГ, все же вели с Содружеством независимых государств диалог. Российские войска помогли погасить конфликты в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе при Эдмистрове. И Россия приобрела союзника. В 1997 году был заключен союз с Республикой Беларусь. Какие же результаты мы можем выделить во внешней политике России в 1990-е годы? Был противоречивый характер внешней политики России. В чем же этот противоречивый характер? Мы с вами говорили, что Россия стремилась сблизиться с Западом и менее активно занималась восточным направлением. Но ориентализация, то есть переход к восточному направлению, произойдет чуть позже, после того, как случится конфликт в Югославии, Югославии, о котором мы с вами говорили на всеобщей истории. И тем самым мы с вами видим противоречивый характер. Что касается достижений. Снизился уровень военного противостояния с Западом. То есть прекращение холодной войны. И уже, можно сказать, со странами Запада начинается дружелюбный период. Также мы с вами отмечаем, что стала менее острая угроза ядерной войны. Если же ранее была потенциальная угроза ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, то Российская Федерация не стремилась использовать ядерное оружие против потенциальных противников, поскольку Запад перестал в глазах России выглядеть потенциальным противником. И угроза ядерной войны уже переместилась в другие регионы нашей планеты. Россия сумела преодолеть изоляцию от западных стран и включилась в международную деятельность, заключая договоры со странами Запада. Во второй половине 90-х годов, о чем мы с вами еще будем поговорить на будущих уроках, было активизировано восточное направление во внешней политике. И Россия занимала центральное место внутри Содружества независимых государств. Итак, есть ли у вас вопросы? Вопросы чуть-чуть позже в чате появятся. Итак, какие же были проблемы? Проблема была в том, что влияние блока НАТО стало расширяться на восток. Интересы России не учитывались в международной повестке дня. Так, например, рассматривая конфликт в Югославии, в Югославии мы с вами можем увидеть, что, несмотря на все протесты России, члены блока НАТО допустили в отражение в Югославию, что в дальнейшем привело к ее распаду и созданию ряда независимых государств. Происходило усиление отставания от стран Запада и Японии в научно-техническом отношении. Поскольку Россия только встала на путь независимого развития, средств достаточных для развития науки и техники тоже было недостаточно. Мы с вами говорили о том, что был кризис в финансовой системе, и Россия еще будет находиться только в начале пути своего активно-научно-технического развития. И необходимо отметить то, что происходила постоянная корректировка внешнеполитического курса, поскольку мы с вами уже отметили, что интересы России не учитывались, поэтому Россия стремилась общаться и взаимодействовать с теми государствами, с которыми был диалог, а не односторонние отношения. То есть Россия выстраивала свои отношения с теми странами, которые учитывали ее интересы, в том числе и национальные. Итак, вопросов не появляется. Вижу, что вопросов нет. Если вопросов нет, вы, думаю, что можете задать их чуть позже. Чуть позже можете написать их в WhatsApp, можете спросить у меня в сетевом городе те сюжеты, которые вам интересны. Итак, на этом все. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok